Трое суток неумолкаемо грохотал бой на краю Брянского леса. От деревни Кочки рукой подать, а на третий день в деревню ворвались немцы. Не слезая от мотоциклов, подкатили гитлеровцы к каждому дому и кричали «Рус, выходи, шнель!» Они гнали старого и малого на поле боя, собирать оружие и хранить убитых. Вместе с Арсением Казариным, колхозным конюхом, оставшимся теперь без коней, пошел его внучок, сирота Алеша. Они плелись позади всех, продатый дед и гусоногий мальчишка, тащивший на плече сразу две лопаты. Дед сердит и кряхтел, еле двигаясь под грузом автоматов и ящиков со снарядами. «Больно жадное!» — ругался он, возвращаясь на поле боя. «Смотрите, не подавитесь!» Потом он куда-то исчез. Алеша не сразу увидел его. Дед волочил за собой противотанковую пушку, затащив ее в блиндаж под рябиновым деревцем. Он стал ловко закапывать ее в одну братскую могилу с нашими артиллеристами. «Дед, ты это зачем?» — удивился Алеша. «Так надо!» — перекрикнул на него дед и, оглянувшись, зачерпнул солдатской каской масло, натекшее из подбитого танка, словно черная кровь. Он напитал маслом шинель и прикрыл ею затвор пушки. «Теперь не заржавеет!» «Запрямить место!» — сказал дед, вытерев под урковом. «Оно и будет приметное!» — ответила Алеша. «Видишь, все корни рябины порубили. Засохнет рябина-то. Ага, значит, по сухой рябиной. Запомним!» Дважды зима покрывала белым снегом могилы первых героев войны. Дважды за них зацветали весенние цветы, оживала и рябиновое деревце. О, грома! Еще не слыхали в деревне Кочке. Он был в сто раз сильнее того, что бушевал тогда летом 1941 года. «Пора!» — сказал дед. «Идет наша главная сила!» Дошли они к рябиному деревцу. Смотрит дед, а оно красное, как кровь. Облепили его рябиновые ягоды. Крупнее, чем на всех других кустах. Вскоре старый и малый вытащили пушку, накрытую промасленной шинели убитого артиллериста, и стали устанавливать ее под деревце. Дед не умел обращаться со сложным прицелом и наводил простым способом. Открывал затвор и смотрел в дуло. Алеша заглянул за ним следом и увидел в кружке светофермы моста. «Дергай!» — шепнул старик мальчику. Алеша дернул и сейчас же упал от грома выстрела. Пушка подскочила, толкнула деда. Алеша кинулся к нему. «Пропал дедушка!» Но дед быстро поднялся, а там, куда они стреляли, что-то оглушительно засвистело. Один из бронированных паровозов в струе ворвался белый пар, и поезд остановился прямо на мосту. «Ай да мы!» — крикнул дед. «Козел пробили!» И долго еще слышно было, как позади них грохотало, трещало и ухало. « температура молилом» в общем-то не застегиваем. NING Субтитры создавал DimaTorzok